Лев Касиль Алексей Андреевич Читает Павел Беседин Командир никогда не видел в глаза Алексея Андреевича, но слышал о нем каждый день. Неделю назад бойцы, возвращаясь из разведки, доложили, что в лесочке их встретил босой мальчуган. Мальчуган вывернул из карманов семь белых камешков, пять черных, потом вытянул веревку, завязанную четырьмя узелками, а в конце концов вытряхнул три щепочки. И, глядя на добытое из карманов добро, неизвестный мальчуган сообщил шепотом, что на том берегу реки замечены семь минометов немецких, пять танков противника, четыре орудия и три пулемета. На вопрос, откуда он взялся, мальчонка ответил, что его прислал сам Алексей Андреевич. Пришел он к разведчикам и на другой день, и на третий, и каждый раз долго рылся в карманах, вытаскивая разноцветные камешки, щепочки, считая узлы на бечевке, и говорил, что его прислал Алексей Андреевич. Кто таков Алексей Андреевич? Мальчонка не сказал. Как его не расспрашивали? Время военное, болтать много нечего. Объяснил он. Да и сам Алексей Андреевич не приказывал ничего говорить о нем. И командир ежедневно получал очень важные сведения в лесу. Решил, что Алексей Андреевич – это какой-то храбрый партизан, могучий богатырь, с тугими усами и низким голосом. Именно таким почему-то казался командиру Алексей Андреевич. Однажды вечером, когда широкой реки потянуло теплом, и вода стала совсем гладкой, словно застывшей, командир проверил посты охранения и собрался поужинать. Но тут ему доложили, что к часовым заставы прибыл какой-то парнишка и просится к командиру. Командир разрешил пропустить мальчишку. Через несколько минут он увидел перед собой невысокого паренька лет 13-14. Ничего особенного в нем не было. Мальчонка с виду казался простоватым и даже немного непонятливым. Он шел слегка разболтанной походкой, и слишком короткие штанишки мотались из стороны в сторону, над его босыми ступнями. Но командиру показалось, что мальчишка только прикидывается таким простачком. Командир почуял какую-то хитрость. И действительно, как только паренек увидел командира, он тотчас перестал зевать по сторонам, подобрался весь, сделал четыре твердых шага, замер, вытянулся и отчеканил. «Разрешите доложить, товарищ командир?» «Алексей Андреевич, ты?» «Не поверил командир. Я самый заведующий переправы». «Чем? Чем заведующий?» «Переспросил командир. Переправы раздалось из-за кустов, и сквозь листву просунулся мальчонка лет девяти». «А ты кто такой?» «Спросил командир». Мальчуган вылез из куста, вытянулся и, поглядывая то на командира, то на своего старшего товарища, старательно выговорил «Я для особых поручений». «Тот, кто назвался Алексеем Андреевичем, грозно покосился на него. Для поручений поправил он малыша. Сто раз сказано. И не лезь, покуда старший говорит. Сызного вас учить надо. Командир скрыл улыбку и внимательно оглядел обоих. И старший, и маленький стояли перед ним на вытяжку. «Это Валек, порученец мой», — пояснил первый, «а я заведующий переправой». У маленького порученца от волнения все время шевелились пальцы босых запыленных ног, аккуратно сдвинутых пятками вместе. «Заведующий переправой?» — удивился командир. «Так точно! Где же это твоя переправа? В известном месте», — сказал паренек. «Да что это за переправа такая?» — рассердился командир. Крутит тут все голову. «Переправа, переправа, а ничего толком не объяснит». «Можно стоять вольно?» — спросил паренек. «Да стой вольно, стой как хочешь, только скажи толком, что тебе от меня надо». Ребята стали вольно. Маленький при этом старательно отставил в сторону ногу и смешно вывернул пятку. «Обыкновенная переправа», — неторопливо начал старший. «Имеется, значит, плод, под названием гроб фашистам. Сами связали. Нас целых восемь человек, а я заведующий. И мы с того берега, где немцы, трех раненых наших, на эту сторону переправили. Они вон там, в лесу. Мы их там укрыли, маскировку сделали. Только дали-то их тащить тяжело. Вот мы к вам и прибыли. Их надо в поселок унести. Раненых». «Что же, немцы вас не заметили? Как же вы у них под носом на своем плоту путешествуете?» «А мы все под бережком, под бережком. А потом там у нас коряга есть. Мы от нее уже на ту сторону переплавливаем. Тут у речку изгиб. Вот и не видно нас. Они заметили было, стрелять начали, а мы уже к месту назначения прибыли. Ну, если правду говоришь, молодец, Андрей Алексеевич», – сказал командир. Алексей Андреевич тихо поправил паренек, скромно глядя в сторону. Через полчаса Алексей Андреевич и его порученец Валек привели командира и санитаров к раненым, которые были спрятаны в лесу там, где река. Сделала глубокую промоину в береги, и толстые корни деревьев переплелись, как шалаш. «Вот тут», – сказал Алексей Андреевич, – «вскоре трое тяжело раненых красноармейцев были уложены санитарами на носилки. Двое из раненых бойцов были в забытии, и только изредка тихо стонали. Третий, схватив ослабевшей рукой командира за локоть, тяжело двигая губами, все порывался сказать что-то. Но у него выходило только «пионеры-то, ребятишки, очень благодарны, бойцов, пионеры, пропали бы, а они вот». Санитары унесли раненых в поселок, а командир пригласил ребят поужинать к себе. Но Алексей Андреевич заявил, что подходит самое время для работы, и он отлучиться не может. На следующий день Алексей Андреевич принес командиру бумажку, на которой был нарисован план расположения немцев. Он сам нарисовал его, пробравшись на тот берег. «А сколько у них пулеметов и орудий, не заметил?» – спросил командир. «Сейчас получите все в точности», – отвечал Алексей Андреевич. И свистнул. Тайчас из кустов высунулся долговязый парень в очках. «Это при нашем плоти. Щитовод, колька», – пояснил Алексей Андреевич. «Не щитовод, а бухгалтер», – мрачно поправил долговязый. «Бухгалтер, сто раз сказано», – сказал Алексей Андреевич. «У бухгалтера оказался точный, завязанный узелком на веревке, собранный из камешков и палочек список всех пулеметов и орудий, которые немцы установили на другом берегу. А как насчет броневиков, не видали?» «Это уже надо у Сережки спросить», – отвечал Алексей Андреевич. «Я нарочно рассредоточил по всем, чтобы у каждого понемножку было. А по камешкам, по щипочкам немцы не узнают. Это у каждого в кармане бывает. Если кто и попадется, остальные свое доделают». «Эй, Сережка!» – крикнул он, и тащащ из-за кустов вышел нагло стриженный и загорелый уволень. У него был десяток ракушек, обозначающих немецкие броневики и танки. «Может, вам винтовки нужны?» – вдруг сурово спросил Алексей Андреевич. Командир рассмеялся. «А вы что, не только плоты мастерите, но и винтовки, выходит, производите? Так, что ли?» «Нет», – отвечал не улыбаясь Алексей Андреевич. «У нас готовое немецкого производства. Присылайте вечером за ними к переправе в 0 часов 15 минут. Только чтоб точно». Четверть первого, как было условлено, к месту переправы пришел сам командир. Его сопровождали несколько бойцов. Командир стал спускаться к воде и споткнулся обо что-то железное и тяжелое. Он нагнулся и нащупал мокрую винтовку. «Принимайте оружие!» – зашептал Алексей Андреевич. 80 немецких винтовок передали пионеры-платогоны в эту ночь красноармейцам. Алексей Андреевич аккуратно пересчитал их, отметил у себя в записной книжечке каждую и велел своему бухгалтеру получить расписку у командира. Командир уложил ребят в своей палатке. Алексей Андреевич хотел оставить дежурных у плота, но командир поставил там своего часового. Настоящий часовой охранял в эту ночь славный пионерский плот, а заведующие переправой и семеро его помощников, укрытые шинелями, сладко посапывали в командирской палатке. Утром часть уходила на новые позиции. Ребят разбудили, накормили вкусным завтраком. Командир подошел к Алексею Андреевичу и положил ему руку на плечо. «Ну, Алексей Андреевич, – сказал он, – спасибо тебе за службу. Пригодилась нам твоя переправа». Командир не раз вспоминал в тот день маленького заведующего переправы. Очень важные сведения дали командиру ребята. Фашистский батальон с танками и двумя взводами мотоциклистов был разгромлен в этот день. Вечером командир составлял список бойцов, представляемых к награде. И первым поставил имя Алексея, заведующего переправой через реку Н, славного командира плота «Гроб фашистам». Субтитры создавал DimaTorzok